Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня очень важная тема черная ножка и как в борьбе с черной ножкой можно применить уголь, толченый уголь. Будем рассматривать именно уголь. В борьбе с черной ножкой применяются различные средства и химические препараты и народные средства. Но о каждом отдельно я буду снимать отдельный видео урок, потому что каждая тема очень обширна и в одной теме мы все время видеоролика ограничено. Я не успею рассказать сегодня вот именно об угле, потому что некоторые даже думают, что нужно применять простой каменный уголь, которым мы топим печи. Это не так. Уголь мы применяем в борьбе с черной ножкой и со всякими плесенями. Именно древесный уголь, на котором, вот он такой легкий-легкий, на котором мы жарим шашлыки, которые продаются в продуктовых магазинах. Можно применять активированный уголь, который продается в аптеке в таблетках, но вы понимаете, какой там маленький объем этих таблеток. И нужно посыпать, например, если несколько лотков, то ясно, что очень невыгодно это с материальной стороны. Это более экономный вот такой уголь покупать. Пачка 100 рублей, там несколько килограммов. Его можно применять в комплексе с золой, составлять один к одному. Вот, например, одна ложечка золы и одна ложечка угля. Но перед тем, как применить уголь, его нужно еще правильно приготовить. Потому что вот такие комки, ясно, что что с ним делать, его нужно измельчать. Если вы решили дома сами сделать вот такой измельченный уголь, я делаю просто, я ложу эту большую вот одну, ну как кусок угля, между двумя тряпками полотенца у меня, скалкой прям измельчаю, измельчаю его сильно-сильно, потом через сито, все, он должен быть до состояния пыли. Вот эта самая пыль, это и есть вот это наше лекарство, народное средство для борьбы с черной ножкой. Мы просто потом составляем такую же просеянную золу, я тоже просеиваю. А, хочу уточнить, зола только древесная. Если топится печка углем, использовать нельзя опять каменный уголь. Зола древесная, или вы если топите деревом, или вы если купили где-то в магазине, если взяли со своей печки, нужно обязательно, ну как отделить, крупные фракции убрать, пыль, должна быть пыль. Для того, чтобы составить лекарство, вот одну долю золы делаем и одну долю угля. Но так как у меня одна рука занята, я просто расскажу, вы все это сделаете. Также измельчите все мелко-мелко-мелко-мелко. И можно применять, сейчас расскажу как применять. Если у вас, например, лоток, большая посадка, можно применять тоже через сито. Когда вы все перемешаете, вы в сито положите и вот этим средством просто вот так припушите. Видите, оно какое, оно легенькое, оно сядет на землю. И если там на растение попадается, растение обязательно обтряхнуть, потому что это очень может сжечь вот такая смесь зола и уголь. Все растения освободить от этого порошочка. Как он точно действует, я не знаю, помогает точно. Где-то пишут, что вся вот эта смесь оттягивает лишнюю влагу из земли, и тогда грунт не делается переувлажненным. Где-то пишут, что убивает вообще бактерии. Вот это вот черная ножка, это же грибковое заболевание, что грибковые споры все сгорают. Кто-то говорит, ну короче, пишут все по-разному. Но везде это средство указывается как народное средство для борьбы с черной ножкой. Вот смотрите, как найти черную ножку. Ее очень долго можно не обнаружить, потому что никаких, это вам не тля, это вам не что-то такое поверхностное. Это грибковое заболевание, которое начинается где-то там в земле. Ну смотрите, если вы высадили, например, вот, распикировали там баклажаны или перцы, один день посадки, один сорт, один хорошо растет сенец, а остальной замедляет рост, развитие, это значит с ним что-то неладно. Если на нем нет паразитов и насекомых, скорее всего, это черная ножка. Вот сейчас я вам покажу черную ножку. В лотке я не смогла найти, у меня нет, фу-фу-фу, пока что заболевание черной ножки. Но в стаканчиках нет-нет, да и попадется. Вот видите здесь, хороший корень, хороший лист. Этот его ровесник, корня вообще нет в помине, листьев тоже. Значит, он мне уже не нужен, его можно вытащить и посмотреть, что там с ним. Вот это и есть та самая черная ножка. Черная ножка это заболевание стебля, вот здесь вот темнеет, все, корень дальше не развивается, листья не растут. Это черная ножка. И если вы нашли в лотке в своем вот такие растения, вылечить их уже невозможно. Они уже все, их надо выдергивать и выбрасывать. Но чтобы спасти другие сеянцы, которые рядом, вокруг, которые еще, возможно, не заразились, то вы будете подсыпать. Можно, например, смотрите, если совсем крошечные, можно с помощью вот такой кисточки. Вот так вот берете и прям на них стряхиваете рукой. Берете и стряхиваете. Осторожно, потрясли вокруг, все, пусть она... Видите, я потрясла и сразу она приобретает, как смокло. Видать, здесь я переувлажнила, наверное, сильно мокро, потому что зола сразу потемнела, намокла. Если у вас лоток большой, я вам еще раз говорю, можно прям ситом все-все-все-все-все хорошо потеять. Все. И первое время не поливайте, потому что одна из причин возникновения вот этой черной ножки это переувлажнение грунта. Потом, когда немного подсохнет, всю эту смесь нашу, вот эту лечебную, нужно вместе с грунтом немного прорыхлить, чтобы оно как с землей перемешалось. Вообще уголь, вот толченый уголь древесный, он применяется не только как в качестве лечения, когда вы уже, ну как, похватились поздно, и у вас уже есть черная ножка. Его очень хорошо применяют в качестве профилактики. Также делаем вот эту угольную пыль, надолбили, главное, чтобы не было комков, лучше всего мелко. И когда вы сеете, например, вы же сеете сначала небольшой объем грунта у вас в лотке, там 3-4 килограмма, нужно добавлять в грунт вот этого угля, и это уже будет профилактика. Но опять же, все пишут по-разному, там есть какие-то издания от этих, от кандидатов сельскохозяйственных наук, они по одному говорят, садоводы говорят по-другому, кто-то говорит, что раскисляется почва, поэтому не загнивает, кто-то говорит, что опять же, вот она помогает, влагу на себя оттягивает. Неважно, какая причина, но дело в том, что когда добавляется уголь и зола, меньше возникает заболевание черной ножки. А для нас это главное. Можно даже не глубоко, сильно не углубляться в причины, как это работает, на каком-то там бактериальном уровне, или еще что-то. Главное, мы добавим толченый уголь, добавим золы. У нас будет хорошая почва, которая не будет загнивать. Я когда снимала видео, наверное, видят, помнят, кто смотрел, что от плесени на поверхности лотков тоже помогает толченый уголь, так же, как зола. Можно применять их по отдельности, можно применять их в комплексе вместе. Вы можете или посыпать толченым углем, вы можете посыпать или золой, или совместить их, перемешать, и посыпать ими вместе. Эффект будет хороший. Но главное, не запускать. Осматривайте вовремя свою рассаду, потому что черная ножка не минует никого. Вот сколько комментариев почти у каждого, хоть раз в жизни, но была черная ножка. Это очень коварное заболевание, оно может выкосить весь лоток. Оно начнется в одном месте, если вы вовремя вот это не сделаете. В следующих уроках я буду о химических препаратах еще говорить, которые помогают. Вообще препаратов очень много, напишу подробную статью. Применяют и соду, и марганцовку, и купорос медный, и бордовскую смесь. Все бросают на борьбу с черной ножкой. Вот одним из способов борьбы является опудривание, присыпание почвы толченым древесным углем. Все это людьми опробовано. Хорошие, как отзывы люди пишут о этом методе. Так что, если у вас есть возможность это сделать, применяйте, пожалуйста. Приглашаю всех в друзья. Мы весной будем, буду в видео уроке снимать о всех заболеваниях, о способах борьбы с насекомыми, со всякими, не только черная ножка, там заболеваний у нас много еще пойдет, и фитофторосы все на свете. Надо быть начеку, и нужно все знать. Если, например, вы даже нынче это не примените, вам не понадобится, вы на будущий год можете пересмотреть все эти видео уроки, и что-то из этих средств, которые я нынче все вам назову, одно из них вам пригодится. Все, до свидания. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, писать мне лучше в личную переписку, потому что сейчас такое время в обсуждениях, мне некогда, никто, пожалуйста, не обижайтесь. Многие пишут, задают вопросы, но некогда, правда, некогда отвечать. Вы сами понимаете, что у меня тоже такие же проблемы. И плесень может появиться, и черные ножки. Мне все это надо лечить, все это надо пересаживать. Не обижайтесь. Если у кого-то уж сильно-сильно срочный вопрос, пишите в личную переписку. Все. Завтра сниму еще один видео урок про черную ножку. Будем бороться с черной ножкой. Нужно самое главное, сегодня буду писать, знать причины возникновения этого заболевания, и не допускать. Лучше не допустить и сделать профилактику этого заболевания, чем потом бороться. Бороться это много времени и недешево, все это нужно приобретать. Будем учиться не допускать черную ножку. Вот я сегодня пошла, я даже не могла лоток найти для образца, чтобы показать вам черную ножку. Это, конечно, плохо, что я вам не показала, но мне-то это хорошо, что у меня нет этой черной ножки. Все, до свидания, всем вам удачных посевов, чтобы у вас не было никакой черной ножки, никакой фитофторы не пришло к вам. До следующего урока.